Господин Хадыев был человеком Тажетдинова и, судя по всему, Тажетдинов воспротивился увольнению Хадыева, которое, в общем-то, продлилось несколько больше. Некоторые даже, в том числе и я, поспешили заявить о том, что Хабиров вступил в некое противоречие с федеральным законодательством и так далее. К сожалению, никто из управления внутренней политики туда не выехал. Как это было в прошлый раз к Тимясову, я считаю, что это большая ошибка. Никто никак не прокомментировал, даже не стал отрицать, например, того, что это, например, межэтнический конфликт или не межэтнический конфликт. То есть никаких комментариев не было. Ладно, бог с ним, с Кельсинбаевым, посмотрим, справится или нет. Ладно, бог с тем, что Мурзагулов расставляет своих людей. Мы рассчитываем на то, что правосудие восторжествует, что вот эта мошенническая схема будет раскрыта. Господин Мустафин категорически не готов к публичному существованию. Хочет он или не хочет, он стал публичной фигурой. Она так охотно была подхвачена вот этими вот людьми, которые на самом деле абсолютно безразличны к тому, как что будет называться. И вот это вот остервенелое до, не знаю, оскорблений. Прошедшая неделя, как и все предыдущие, была ознаменована оперативкой, так сказать, заседанием правительства Республики Башкортостан с участием Радия Хабирова. В этот раз мы увидели окончательный разгром министра экологии и земельных ресурсов господина Хадыева. Хадыев был уволен практически в процессе заседания правительства. В этот раз Хабиров не добился от Хадыева увольнения по собственному желанию, но поручил его уволить уже премьер-министру Морданову. Это такая новая технология. Напомню, что Хабиров де юра не имеет права увольнять министров и членов правительства, но выражать им свое недоверие, требовать от премьер-министра увольнения этих граждан никто ему не запрещает. Вот в данном случае господин Хадыев был уволен через премьер-министра. Хотелось бы отметить в этой ситуации такую вещь, что все мы знаем о том, что господин Хадыев был человеком Тажидинова, и, судя по всему, Тажидинов воспротивился увольнению Хадыева, которое, в общем-то, продлилось несколько больше, чем увольнение прежних фигурантов вот этих вот оперативок заседаний правительства. И, видимо, противодействуя Тажидинову, пришлось усложнить немножко эту процедуру увольнения очередного министра. Я имею в виду заседание рабочей группы в госсобрании, которое рассмотрело эффективность действия министерства, которое возглавлял господин Хадыев, и вынесло решение о том, что министерство, возглавляемое господином Хадыевым, в недолжной мере исполняет свои обязанности и так далее, и так далее, и так далее. Достаточно заметную роль в этом заседании в госсобрании сыграли депутаты госсобрания, исполняя завет Хабирова о том, что Крултай должен стать Голгофой для чиновников. И вот первый пример восхождения на Голгофу мы уже наблюдаем. Господин Хадыев был разгромлен в пух и прах на заседании этой комиссии. Достаточно заметно выступал депутат от КПРФ Ильгам Галин, который задавал очень такие жесткие вопросы господину Хадыеву. В общем, все, Хадыева у нас теперь нет. Вместо Хадыева неожиданно назначен на должность министра экологии и недропользования господин Фаткулин Мирхайдар, который до сего момента работал в Свердловской области. Он выходец из Башкирии, тоже трудился некоторое время в правительстве республики Башкортостан, но в последнее время он был замдиректора кадрового департамента правительства Свердловской области. Вот это довольно странное, конечно, назначение. Надо отметить, что Фаткулин тоже человек Тажидинова, очень тесно с ним работал, в частности, очень тесно работал по кроношпану, что, собственно, вызывает оправданное опасение способностей человека адекватно относиться к вопросам экологии и недропользования. Ну, посмотрим. В общем, конечно, это темная лошадка на данный момент, потому что человек довольно долго провел вне республики, и мы не знаем, как он будет себя вести уже вот сейчас на этом новом посту. Но посмотрим. Мы уже говорили о том, что на предыдущем заседании правительства Хабиров в резкой форме потребовал от дорожников республики установить понятные сроки укладки асфальта. Я имею в виду сроки укладки в привязке к погодным явлениям и условиям. Имеется в виду дождь, снег, мороз. Хабиров потребовал, чтобы эта дата была назначена. И вот чудесным образом, буквально через неделю, дата эта была назначена. А именно 20 ноября, этот день, когда прекращается укладка горячего асфальта в республике Башкортостан. Ну, так как эта тема была поднята на поверхность, и вот это именно затронутый вопрос даты, вопрос погодных условий, тут же всплыли информационные поводы и всевозможные данные. Оказывается, параллельно с тем, что Хабиров потребовал установить вот эту дату запрета на укладку горячего асфальта, правительство Российской Федерации и профильные ведомства разрабатывают инструкцию, уже практически ее разработали, о том, что, оказывается, в России можно укладывать асфальт в воду, в грязь, в снег и в дождь. Конечно, это очень забавное противоречие. Некоторые даже, в том числе и я, поспешили заявить о том, что Хабиров вступил в некое противоречие с федеральным законодательством и так далее. Однако, на самом деле, разобравшись, получается такая картинка, что, в принципе, республиканские власти могут менять требования федеральных норм и даже законов, но только в сторону улучшения. То есть, по сути, на самом деле, Хабиров, конечно, ничего плохого не сделал, потому что, ограничив конкретной датой укладку асфальта в республике Башкортостан, ну, он, как минимум, наверное, отсечет достаточно большое количество работ, которые приведут к нецелевому или неэффективному использованию тех и так скудных денежных средств, которые у нас выделяются на дорожное строительство. Главное, чтобы теперь вот эта норма о 20 ноября исполнялась. Я обращаюсь ко всем зрителям, у всех есть смартфоны. Если вы после 20 ноября видите, как укладывают горячий асфальт на вашей улице или рядом, или где-то по ходу вашего движения, не поленитесь, снимите, пожалуйста, на видео, пришлите нам, мы обязательно это покажем. В Завурале у нас опять ЧП, в Сибае опять драка с таким межэтническим составом. Это не совсем то же, что случилось в Темясово, но очень похоже. Судя по всему, драка между башкирами и курдами, и зидами, которые в достаточно большом количестве живут в Сибае, это производная от давно сложившейся ситуации, от ситуации, запущенной до крайности местными районными властями, это производная от той неисполненной Тажединовым программы развития за Урали, ну, в общем, от того бедственного положения, в котором находится вот этот регион. Незамедлительно на место выехали товарищи из организации «Башкорт». Вечером в Сибае случился несанкционированный, ну, скажем так, не митинг, но сход граждан. Люди требовали от полиции, от местных властей справедливого решения по этому делу. Напомню, что произошла драка в кафе, которое принадлежало курдам и зидам. Избили двух башкирских молодых людей, двух башкир. Они одного увезли в лес, пугали оружием, второго избили там до беспамятства и где-то бросили в каких-то гаражах. Ужасная история. Насколько я понимаю, подобные формы решения межнациональных и прочих проблем в этом регионе вообще являются традиционной. Власти пока никак не среагировали. Надо отметить, что вся эта история случилась уже при новой власти, так называемой, и при новой внутриполитической конструкции в администрации главы региона. Я имею в виду господина Кельсинбаева, который только-только туда пришел. И вот это, собственно, его поле деятельности, на самом деле. К сожалению, никто из управления внутренней политики туда не выехал. Как это было в прошлый раз к Тимясову, я считаю, что это большая ошибка. Никто никак не прокомментировал, даже не стал отрицать, например, того, что это, например, межэтнический конфликт или не межэтнический конфликт. То есть никаких комментариев не было. Никто не было. Новая администрация вызывает все больше и больше вопросов. Ладно, бог с ним Кельсинбаевым. Посмотрим, справится или нет. Ладно, бог с тем, что Мурзагулов расставляет своих людей. Не знаю, имеет ли он на это одобрение Хабирова, или он это делает сам, я не знаю. В частности, например, теперь у нас еще и у мэра Уфы будет пресс-секретарем тоже человек Мурзагулова, некий Байдавлетов. Но почему до сих пор господин Туманин, например, которого убрали из министра ЖКХ, он у нас оказывается замминистра ЖКХ. Замечательно, чудесно. Настолько токсичная фигура. Может быть, это он, кстати, посоветовал Кирееву расправиться с качелями в республике Башкортостан. Может, это его ценная идея. Я вот вполне допускаю, потому что такие вещи зловредные вполне в его стиле. Вообще, вот надо вычищать от этих токсичных фигур правительство самым жестким образом. Не должен господин Туманин работать в правительстве. Господин Туманин должен находиться под следствием. Потому что все вещи, которые ими сделаны были, вот ФЖС, ДКС и прочее, это все криминальные явления. Это все тень на правительство республики Башкортостан. Я думаю, что все-таки со временем обратят на это внимание. Судебное слушание ИСЦИ, а именно представители города, который является главной пострадавшей стороной, ущерб которому оценен свыше миллиарда рублей по этому делу. Я, честно говоря, в растерянности, я не понимаю, почему город отказался от участия в этом судебном разбирательстве, в чем дело и куда теперь направляется этот процесс, в какую сторону он вдруг свернул. Не дай бог Филиппову удалось договориться о каких-то изменениях позиций. Я все-таки, как и многие жители Уфы и республики, мы рассчитываем на то, что правосудие восторжествует, что вот эта мошенническая схема будет раскрыта, что виновники понесут должное наказание. А самое главное, что часть денежных средств, которые были похищены по этой схеме, ну пускай не весь там миллиард шестьсот миллионов, но сколько-нибудь денег будет возвращено в казну городу. Это очень важно. Это важно с моральной, с психологической точки зрения. Ну и вообще это важно даже для финансов города. Город у нас задыхается в кредитах, и было бы здорово вернуть ему какую-то часть тех денег, которые были похищены в процессе вот этого деяния. Очень надеюсь, что это технический сбой, что судебное разбирательство продолжится, что оно будет идти в русле справедливости и законности. И самой главной эмоциональной и смысловой составляющей вот этого процесса является то, что изменение ситуации по делу Филиппова будет или не будет иллюстрацией того, как новая власть относится к законности и порядку в республике. Если Филиппову и его подельникам все это сойдет с рук, это будет говорить о том, что новая власть действует исключительно в парадигме предыдущей. И все, что она говорит, это только слова. А вот если Филиппов понесет должное наказание, и разбирательство будет подробным и справедливым, вот тогда мы увидим действительно подтверждение тех тезисов, которых мы предостаточно уже услышали с высоких трибун в правительстве и в администрации главы республики. На прошедшей неделе впервые в публичном пространстве появился новый мэр Уфы Ульфат Мустафин. Прямо скажем, это появление было неудачным. Его заявление о том, что он возмущен красными трамвайчиками, которые торгуют шаурмой, вызвало неподдельный интерес у жителей Уфы, у обитателей сети. Такого количества смеха, возмущения, негодования и недоумения в адрес мэра Уфы я не припоминаю с момента вот того ужасного снежного коллапса, который у нас случился два года назад, когда все полоскали, как могли, господин Елалова. В этот раз Ульфат Мустафин умудрился вызвать практически такую же реакцию при помощи, ну, достаточно такого незначительного заявления. О чем это говорит? В первую очередь это говорит о том, что господин Мустафин категорически не готов к публичному существованию. Хочет он или не хочет, он стал публичной фигурой. И как бы не настаивал он на том, что он всего лишь там какая-то техническая функция, заведующая городом, или там, как говорил Елалов, я всего лишь дворник, это не так. Мэр миллионного города – это всегда политическая фигура. В той или иной степени это всегда публичная фигура. Это человек, который должен уметь формулировать свои мысли, уметь улавливать желания и интересы горожан. Господин Мустафин, я напомню, что жители миллионного города – это не коллектив газораспределительного предприятия. Ему нельзя скомандовать, и он побежит исполнять задачу. Мэр не может нравиться жителям Уфы по определению только потому, что он их начальник, он им не начальник. Ну, в общем, все вот эти ошибки господин Мустафин умудрился допустить в одной фразе про эти несчастные красные вагончики, торгующие шаурмой. Ну, собственно, и получил в ответ то, что получил. Что делать теперь? Я не испытываю отрицательных эмоций на данный момент господину Мустафину. Я ему даже сочувствую в той ситуации, в которую он попал. И мой совет, во-первых, нужно кардинальным образом изменить работу пресс-службы. Я не знаю, насколько посланец Мурзагулова, господин Байдавлетов, в состоянии выполнять функции пресс-секретаря мэра миллионного города. Есть у меня подозрение, что это не совсем его призвание, не совсем его компетенция. Но, тем не менее, как говорится, за неимением гербовой пишем на простой. Так вот, пресс-служба мэра Уфы должна изменить модель поведения и работы, должна изменить модель информирования населения. И у господина Мустафина должен появиться некий консультант, который введет его в курс дела, происходящего в городе, который объяснит ему конструкцию и раскладку по СМИ, по настроениям в районах и в макро- и микрорайонах города Уфы и так далее. Иначе, вот этих вот ошибок, которые уже начал совершать господин Мустафин, не избежать. А когда этих ошибок, в том числе и в медийном пространстве, наберется критическое количество, то тогда горожане инстинктивно, ментально сделают вывод о своем мэре и изменить его будет практически уже больше невозможно. Самое страшное, что может случиться с чиновником подобного уровня, это превращение в посмешище. Обратного пути нет. Если господин Мустафин добьется того, что над ним будут смеяться, то больше его никогда не будут воспринимать всерьез. Вот это довольно серьезная опасность для него. Я полагаю, что он должен эту опасность адекватно оценить и поработать с ней. Совершенно чудовищная история у нас приключилась с переименованием аэропорта Уфа, с выбором нового имени аэропорту и так далее, и так далее. Я, честно говоря, не ожидал такой реакции и такой групповщины, которая случилась вокруг этого процесса. Я уже в фейсбуке об этом говорил. У нас вдруг появились какие-то группировки. Мустайкаримовские, Салават Юлаевские, Мусагареевские. Но это бред чистой воды. Самое печальное, что есть ощущение того, что вот эта искусственно вброшенная тема со стороны общественной палаты, она так охотно была подхвачена вот этими вот людьми, которые на самом деле абсолютно безразличны к тому, как что будет называться. И вот эта вот остервенелая до, не знаю, оскорблений, до каких-то ужасных наветов борьба за вот это наименование, это выглядит отвратительно. Я никогда в жизни не видел столько грязи, которая была вылита на Мустайкарима, на Мусу Гареева, на, не знаю, вот на Салават Юлаева только еще ничего плохого не сказали, но, видимо, все впереди. Уфа лидирует по количеству голосов вот в этом голосовании федеральном, обгоняя Москву и прочие крупные города, что на самом деле, конечно, очевидный фейк. Я не знаю, подключали ли там каких-то ботов, голосующих за там Мустая Карима или Гареева, или там за Салавата, но вообще надо это все прекратить. Моя позиция такая, что аэропорт Уфа должен остаться аэропортом Уфа, не нужны ему дополнительные названия, вот эти все приставки. Замечательное название, пускай будет аэропорт Уфа. И надо прекратить вот эту всю грязную возню вокруг имен, вокруг историй, вокруг компроматов и так далее. Продолжение следует...